Здравствуйте, весы! Это прогноз на ноябрь. В этот раз делаю чуть по-другому и делаю поздно, но уж простите. Делаю по-другому как. Верхние три карты – это у нас тенденции месяца. Что в недавнем прошлом было, на текущие моменты, к концу месяца, к чему мы придем. Здесь по сферам четыре карты и совет с антисоветом. Ну, здесь что видно в прошлом? Тройка жезлов, да? Человек ждет чего-то, человек уже, ну не знаю как, начинает какую-то новую жизнь. Он в предвкушении, да, где-то мои кораблики. И тут вдруг, мало того, что кораблики показались, еще и попутный ветер этим корабликом в паруса дует, да, потому что восьмерка жезлов. Реально, жизнь течет своим чередом. Действительно вам как бы, ну, то есть удача сопутствует. Вас, вот этот попутный ветер в спину вам дует, вам легче идти. Идет какая-то информация, движение идет, активное движение. То есть прям вот события потекли, потекли, потекли. Но к концу месяца семерка Пентакли все немножечко так успокаивается. У вас есть возможность оглянуться назад, посмотреть на всю эту суету, на то, что вам накидали, что вам там наговорили, наприсылали. И вы можете уже оценить, стоила ли игра свеч. Но в этой колоде, вот этот садовник, который оперся, и здесь, вот видите, не все Пентакли превратились в то, что он хотел бы. Может быть, оценивая эту ситуацию, вы увидите, что вот этой вот суеты было много толку, получилось мало. Здесь вот этим я больше не хочу заниматься, мне это не нравится, это не очень. В общем, такая вот идет уже спокойная, грамотная оценка ситуации. Может быть, у кого-то вызовет эта оценка недовольства, то есть по результатам оценки вы будете недовольны. У кого-то вы просто сделаете определенные выводы, но здесь уже гораздо спокойнее карта. Вот это сейчас активный момент у весов, прям не посидишь, не полежишь, не отдохнешь. То есть и поездки, и переговоры, и движняк конкретный. Дома в семье. Король Жезлов. Ну, для женщин, весов, кто живут со знаком огня, типа Овен, Лев или Стрелец, это вот он, собственной персоной, такой, какой он есть, какой он обычный. Вы его лучше знаете даже, чем я, хочу его описывать. Могут показывать, по год это фигурная карта, могут показывать какого-то человека. Не важно, супруг ли это, отец ли это, может быть, это вообще какой-то дядя, да, ваш там. Но каким-то образом, потому что это дом, семья, это человек, вхож в вашу семью, имеет, то есть это из вашего близкого окружения человек, энергичный, активный, немножко своенравный. Но он такой вот хозяйственно-деловитый, я бы сказала. Может быть, это вы, являетесь вот таким вот, ну как бы, хозяином в семье, заботливым человеком, но иногда вы можете и жару дать, спуску кому-то не даёте. То есть, потому что Король Жезлов, он неравнодушный, он такой вот, устоянно что-то ему надо больше всех, он чувствует за собой ответственность. И бывают разные, конечно, но в общем и целом, как бы, это такая сильная личность. В любви и отношениях Король Мечей. Если вы в сложившихся, прочных, длительных отношениях, то здесь хорошая карта, потому что она, конечно, немножечко безэмоциональная, немножечко неромантичная, но это человек надёжный, понятный, умный, всё отлажено, человек-слово, человек-дело. Абсолютно предсказуемый, то есть, это не человек, который вам что ни день, то сюрприз. Нет, это вот всё понятно, но это когда хорошие, отлаженные, прочные, длительные отношения. То есть, месяц немножечко неромантичный, но, понимаете, на такого человека можно положиться, опереться, ты знаешь, что от него ждать. Конечно же, Король Мечей иногда означает и расставание, разрыв, потому что холод вот этот, да, мечи, они холодные. Но это всегда, когда к этому идёт, оно к этому идёт, как правило, постепенно. Нет романтики, нет тепла. В начинающихся отношениях тоже немножечко странно. Единственное, что, если ваш, допустим, если вы девушка, и вы начали встречаться с человеком, который сам по себе, допустим, спортивный, допустим, ответственный, допустим, он на службе где-то, да, то есть, он немножечко не так волен и свободен, когда хочу туда пришёл, потому что у него есть, ну, не знаю, устав, обязанности на нём серьёзные возложены, то есть, у него есть какая-то ответственность, и он как бы появляется, он всё, что может, он с вами встречается, когда может, но долг превыше всего всё-таки остаётся по-прежнему. Если вы были свободны, то вы так и останетесь свободным по королю мечей, потому что это человек, который не особо рвётся и ищет отношения, то есть, его устраивает, он вполне самодостаточный, и как-то аспект отношений в этот период, это не первостепенное, что его волнует. Страшный суд на работу, карьеру и деньги. Конечно же, страшный суд бывает разным, то есть, по страшному суду мы можем встать в полный рост, расправить в плечи, вздохнуть полной грудью, найти своё призвание, получить награды, причём заслуженные абсолютно, заслуженные как в глазах людей, так и в глазах высших сил, хочу заметить, так что, если вас наградят, если вы, ну, скажем, прославитесь, допустим, то это, ну, поверьте, это, ну, полностью вы это заслужили, то есть, если вам что-то кажется, что, может быть, неправильно, мне там, правильно-правильно, даже не думайте об этом. То есть, можно выйти на работу из декрета, допустим, или долго человек не работал, наконец-то он всё-таки вырвался, выбрался, наконец-то. Мысли могут разные прийти, смена рода деятельности, может быть, крупные перемены в компании могут быть, слияние, разделение, поглощение одной компанией другой. То есть, в общем, это могут быть очень большие перемены и проверки не исключены. Давление, вызов, ну, как вызов, на ковёр, на проверку. Испытания могут быть серьёзные по суду, потому что суд, он, как бы, и освобождает нас от чего-то, то есть, может быть, облегчение, наконец-то, грандиозное, может быть, могут быть перемены долгожданные, могут быть, если вы ничего такого не ждали, и вам это ничего не надо, то, конечно же, иногда это бывает как серьёзное испытание, то есть, когда что-то возвращается и даёт о себе знать из прошлого именно, из прошлого. Старые долги, расплата по старым долгам, оплата, возвращение вам того, что вам причиталось, тоже идёт по суду. То есть, суд – это очень неоднозначная карта. Но будьте внимательны, потому что это старший аркан, всё, что происходит на работе, в бизнесе в этот период, в ноябре, очень важно, может иметь судьбоносное даже значение. Двойка жезлов на самочувствие. Карта стабильная, карта хорошая. Здесь у нас, возможно, в спокойном режиме вам надо будет принять какое-то решение, но это не горит, и это из-за разряда уже наличия в вашей жизни каких-то возможностей. Допустим, я могу пройти обследование в этой клинике или в этой. И уже сам факт, что я могу либо это, либо это, в принципе, это уже даже радует. В целом состояние нормальное и стабильное. Но, может быть, надо о чём-то подумать, определиться с чем-то, принять вот это решение, делать или не делать, тут или там, так или эдак. Такое наращивание ногтей или другое, понимаете, там, не знаю, гелевое, акриловое, какое там бывает. В общем, неважно, любые вещи, которые надо решить, и это касается вашего тела, вашего здоровья и самочувствия. Совет с антисоветом. Я буду говорить так, как мне приходят. Те, кто обижаются, они всё равно обидятся, даже если им всё хорошее говорить. А те, кто хотят, те услышат. Непростые, вот, даже не то, что непростой совет, понимаете, это очень важно. Оба старших аркана. Но справедливость стоит в антисовете. Справедливость – это у нас иногда такая неистовая жажда справедливости. Либо желание восстановить эту справедливость, либо желание отомстить за условно, якобы, к нам проявленную, даже если, нет, не якобы, даже если была несправедливость. Но мы хотим не только с помощью весов, но и с помощью меча уже восстановить эту справедливость. Этого делать не надо, потому что стоит в антисовете. Брак, развод, вами инициируемый, я имею в виду. Подписание важнючих документов, если они могут быть отложены, постарайтесь это всё-таки, дайте себе время обдумать, надо ли это. Жениться, разводиться, подписывать, соглашаться, отказываться и так далее. Отшельник – карта очень внимательного, осторожного, рассудительного, и я бы сказала слегка с хитрецой человека, который отстраняется, уединяется от вот этого шума, вот этой суеты, вот этой свистопляски, и говорит, мне надо подумать, и подумать серьёзно. И он думает, учитывая, а надо ли мне это? А что это приведёт, к чему это приведёт, что мне это даст? Есть ли смысл в этом? Он ищет ответы в глубине себя, может быть, даже молится. То есть это карта мудрости нашей, вот такой вот глубокой, и идущей даже из поколения в поколение. Здесь надо быть действительно вам внимательными. То есть искры метать, раздражаться, вот эта суета, она вас может с панталыку сбить. Отшельник, он никогда не суетится, никогда. Он очень сдержан в своих словах, в своих поступках. Прежде чем сказать, да, опрометчиво, да, хорошо, он тысячу раз подумает, тысячу раз. Что-то очень важное, возможно, вам какой-то важный документ, важное решение предстоит принять в этом месяце, и вам важно не ошибиться. Вот что пытаются вам сказать карты. Потому что, понимаете, вот восьмёрка жезлов, карта-то неплохая. Конечно, там, боже мой, там столько всяких событий, они просто вот летят стремительно. Мы бегаем, люди бегают, нам что-то говорят, мы ездим. Они мечут, всё вот такое вот, летает вокруг. Ну, то есть суета немножко, суета-сует. А вам важно не засуетиться и грамотно оценить ситуацию и принять правильное решение. Это очень важно, дорогие весы. Будьте внимательны, будьте начеку, бдительны, не сетуйте на жизнь, не сетуйте, что кто-то с вами обошёлся несправедливо. Да, это, потому что справедливость, это стоит в антисовете. Это иногда мы начинаем как раз говорить, что это вот несправедливо. Подумайте. Может быть, имеется в виду, что отшельник делает. Ведь отшельник – это аскет, это монах. Он ведь, когда по пустыне ходит, он не просто молится, он же ещё обдумывает свои прошлые поступки и жизнь. А что он сделал, а как он поступил, промолчал, может быть, где-то, может быть, лишнего наоборот сказал или сделал. Он заглядывает вглубь своей души, в самые потаённые и тёмные уголки этой души. Понимаете? Это важно. Что-то вот такое вот где-то. Не всегда это вовне, не всегда это потому, что они плохие кто-то там. Иногда это и в нас тоже кроются эти моменты и ответы. Дорогие весы, я вам желаю прекрасного месяца, удачи во всех делах, справиться со всеми этими летящими стрелами. Так что удачи, любви, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова